Здравствуйте, уважаемые подписчики главного патриотического канала страны, очерки неугомонного Павла, а также веб-зрители. Этот видеообзор посвящен расселенному аулу Алькег Азовского немецкого национального муниципального района Омской области. Приятного вам просмотра! Здравствуйте, сегодня мы делаем видеообзор в расселенном ауле Алькег Азовского немецкого национального муниципального района Омской области. И берем интервью, представьтесь, пожалуйста. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы давно здесь проживаете? С рождения. С какого года? С 1965 года. Так мы с вами одногодки. Одногодки. Я тоже 65-го. Я тоже 65-го. Мы с вами одногодки. Понятно. Скажите, вот Алькег, это аул, давно он здесь рассиделся? Ну, я не помню. Ну, ориентировочно сколько лет? 20-30. Да, с 1959 года, наверное. О, еще до вашего рождения он рассиделся? А, я не знаю, может, даже, ну, я не помню даже, кто жил даже здесь. Не помню. Ну, здесь кругом много аулов было, да? Много аулов, да. И в сторону Шербакуйского района, мы знаем, мы снимали. Ну, здесь рядом вот Еленю Саргаза, тут Кабул. Кабул здоровое село было. Вот тут Джет Писпай, Сегизбай, Секербай, тут аулов много, айтанцы. Понятно. Тук. Алькег в переводе что означает? А это же не знаю, как переводится. Алькег. Это может быть имя? Имя, наверное, скорее всего. Имя Бая, да? Да. По имени Бая здесь аул. Ну, скорее всего, так, да? Понятно. А из какого рода вы, Кипшак? Я из рода Туре. Туре? Туре, да. Туре, понятно. Из рода Туре. Что еще хотите сказать? Как вы, это конь или лошадь? Это кобыла. Кобыла. Как кобылу зовут? Машка. Машка. Понятно. Справная кобыла, хорошая. Что еще хотите сказать? Привет кому-то передать? Да нет, в общем-то ничего. Понятно. Три года назад мы делали видеообзор в Сигизбай. Да, да. Снимали видеообзор, выкладывали в интернет. На главном патриотическом канале страны очерки неугомонного Павла. Смотрите нас. И Алькег мы тоже выложим в интернет. Спасибо вам большое за интервью. Всего хорошего. Всего доброго. Прослушайте продолжение произведения Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Айгерин вернулась от них, как обожженная пламенем. Несправедливое и тупое насилие завистниц. Их презрение к ней угнетали ее. Страшный облик знатного аула, вероломного и жестокого, стремящегося унизить и сапугать человека, стоял перед ней и петь она не могла. Но ни Биржан, ни Абай, ни Аспан, ни Ербов никто и слушать не хотел ее отказов. Особенно приставал бойкий, неугомонный Аспан. Он развалился на подушках и заявил, что не привык слушать, а Джанге отказов исполнять его прихоти. «Ну где ты видела, Айгерин, чтоб молодая Керин еще и свадебного платка не сняла, а родня уже начала перечить? Кто я тебе, деверь или нет? Я приказываю, пой, а то плохо будет». Абай и Биржан, смеясь, поддержали шутку Аспана, и Айгерин была вынуждена наконец согласиться. Но теперь она запела сдержанно, почти боязливо. Несправедливое унижение давило ее со всей своей тяжестью. Душа была ранена обидой. Биржан и Абай слушали ее сосредоточенно, потом начали требовать от нее других песен, называя все, которые она выучила за эти дни. Она продолжала петь. И чем больше давила ее тяжесть обиды, тем сильнее тянулась она к Абаю. Все радостнее ощущала на его поддержку, его привязанность, его восхищение ее песнями. И в сердце ее разгоралась благодарная любовь к мужу. Она не могла не видеть, что Абай сам горел ответным пламенем. И чем полнее чувствовала его любовь, тем свободнее звучала ее песня. Как будто он снимал с ее сердца одну тяжесть за другой, а с песней оковы за оковой. Когда голос Айгерим по-прежнему вольный и звучный долетел до большой юрты, оттуда в Атау была послана калиха. Хитрая и сметливая старуха, знающая всю подноготную аула, молча хмуро вошла в молодую юрту. Она думала, что одного ее появления будет достаточно, чтобы Айгерим замолчала. Но Айгерим, допев песню, почтительно посадила калиху на переднее место и по просьбе Аспана снова запела. Недослушав и первых строк, калиха незаметно, но больно ущипнула Айгерим. Песня не оборвалась, и Айгерим не шелохнулась, но беспощадное напоминание, как ножом полоснуло ее по горлу. Она вспыхнула и с трудом сдерживая слезы, допела «Жамбас Сы Пар». Никто, кроме калихи, не заметил ни слез, ни волнения Айгерим, и старуха добавила суровым шепотом «Довольно, уймись, наконец!» Новая песня Айгерим уже не начала. Дамбру взял теперь Биржан, и его сильный, уверенный голос полетел на Жайляу в звездную ночь. Эта ночь торжества и власти песни неожиданно завершилась дикой расправой. Событие это произошло вроде Анета, а жертвой его оказался Базаралы. Всю дорогу он и Балбала провели в песнях и задушевной беседе. В сумерках они доехали до ее аула. Девушке не хотелось расставаться со спутниками. «Будьте моим гостем Базаке!» горячо и настойчиво просила она. Хозяином аула после смерти отца Балбалы был ее старший брат. Нынче он был в отлучке. Светло лицая румяная байбише несколько смутилась, когда вслед за дочерью в юрту вошел незнакомый жигит. Приказав приготовить чай, байбише отозвала дочь в сторону и тихо спросила ее. «Ты думаешь, что делаешь, дочка? Ведь торгай и родичи твоего жениха качуют недалеко. Собаки залают, и то слышно. Что я им отвечу? Принимаешь, мол, неизвестно кого?» Балбала сверкнула широкой улыбкой. «Ах, апа! Не сама ли ты зовешь меня недолгой гостью? Скоро я навсегда уйду к торгаям. Ничего им не станется, не помрут. Сама посуди, как я могла отказать в гостеприимстве Базикену? Не тревожься, прими его как почетного гостя». Байбише велела разделать огненка, огонь заплывал под казаном, в юрте стало тепло и весело. Балбала сияющая распевала песни, беззаботно шутила, и Базаралы совсем потерял голову. Из молодой юрты пришла невестка, Базаралы начал петь, завязался веселый разговор, послышались шутки, неловкости никто не чувствовал. Продолжение следует. Благодарю всех тех, кто досмотрел этот видеообзор до конца. Подписываемся на главный патриотический канал страны, очерки неугомонного Павла. Призываем подписаться родных и близких. До новых встреч, дорогие друзья. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok